Это действительно программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Багир Шарихов. Багир Багирович, добрый день. Здравствуйте. В полном смысле этого слова. У нас на сайте есть вопрос. Вопрос прислал Николай Гвоздков. Он следующее говорит. Багир, вы один из немногих предпринимателей, кто отважился активно противостоять вороватой и бездеятельной городской власти. Достаточно вспомнить вашу акцию «Делай дороги», которую поддержали тысячи кировчан. В сентябре 2016 года в Кирове будут выбирать новую думу, а позже и главу города. Нет желания попробовать свои силы. Избиратели вы поддержали. Правда, в конце вопрос, а не утверждение. Но прошу вас прокомментировать. Это его вопрос, на который нужно отвечать? Да, прокомментируйте. Выглядит как предыдущая риторика. Еще не училась. Прокомментировать. Поскольку моноэхо Москвы, нужно в стихотворной форме, а Марка Ян как-то так же лучше впасть в нищету, голодать или красить, чем число призалютов презренных попасть. То есть не пойдете вы в городскую думу, правильно я вас поняла? Лучше кости глотать, чем прельститься сластями. А, а там сласти что ли раздают? Как-то так. В городской-то думе можно поживиться чем-то? То есть не пойдете погибать? По столу умерзанцев, имеющих власть. Но они не все. Поэтому как только будут созданы предпосылки, как только туда начнут приходить адекватные, абсолютно созидательные люди, я это уже вижу. Конечно же, с большим удовольствием я им составлю компанию. Ну, так насчет 2017 года есть решения или мысли хотя бы какие? Слушай, мне никто никогда об этом не спрашивал. Мне тупо предлагали купить какой-нибудь мандат, да, вот так, чтобы оп, я уже не знаю. Конечно. И каждый раз предлагают мандат купить? Ну, почти. От неприличных предложений. А что не предлагают? Я всегда хотела, вот мы эту тему еще не поднимали. А что они предлагают купить в мандат? Что? Никто не хочет идти, что ли? Или просто это как на аукционе, кто больше? Кто больше? Да? Это же бизнес. Вы же видите, как это работает? Как принимаются законы? Кто выгодоприобретатель? И, соответственно, какую долю, в каком виде получают то ли на лицо, продававшиеся за тот или иной вопрос? То, с чем мы пришли с вами, создать общественное повод. А, не хочу выбрать. Ну, давайте хотя бы скажем тогда Николаю Гвоздь, Вы сейчас выглядите как какие-то искусительные. Мне интересно, да. Ну, ладно, мы подготовимся в следующий раз, если зададут вопрос. Есть, вон, полно. С разных полей. С садов. Вчера, что я не врезки, но в год, да? Да, кстати, был фаршмат. Так вот, Николаю Гвоздькову мы отвечаем, что пока желание... Для меня это новость. Никто не делает таких предложений. Если он серьезный, я подумаю. Ну, то есть, если избиратель как-то себя проявит, то Вы подумаете. Правильно, Ваше дело? Верите в то, что есть избиратель? Конечно. Вы верите Его? Я прям даже сама ходила голосовать в этом году. И Вы верите, что Вы как-то... Я честно голосовала. Я верю себе, что я голосовала честно. Мы понимаем вопрос, ведь не в том, как мы проголосовали. И я, кстати говоря, верю, что огромное количество... А как Вы голосовали? Скажите про вас. Огромное количество. Я за партию Роста голосовал. Ага. Да, вот, между прочим. У вас даже есть, по-моему, какие-то пересекающиеся идеи с этой партией. Ну, и так, вы подумайте, если избиратели скажут, что надо бы, Багир Багирович, да? Давайте к общественной палате. Да, если это приличное предложение, конечно, дальше мы удалось, например, мы и энтузиазмом удовольствием. Хорошо. Вот с общественной палатой сотрудничаете очень плотно. В частности, конечно, в рамках группы по контролю за ремонтом дорог. И здесь, в этой студии, на минувшей неделе призывали молодых и активных заявляться на вакантные места в общественную палату Кировской области. Да, да. Каких именно, на ваш взгляд, людей не хватает? В общественной палате нынешнего созыва, раз вы привлекаете кого-то еще. Давайте начнем с того, что я некий романтик, может быть, в каком-то смысле. Но, тем не менее, я живу свою жизнь. И не мечты, а реально какие-то, так сказать, прогнозы, они сбиваются. Это факт. То есть я не просто романтик, я, оказывается, еще вижу будущее. Так вот, в этом смысле, мне кажется, что будущее, оно за подобными структурными предприятиями. Есть продолжение темы о власти. Да, у нас существует власть, как вы понимаете. Это, так сказать, власти, нощие депутаты, чиновники, президент, гибернатор и так далее. И есть источник этой власти народ. Вот если посмотреть визуально, то все, что я назвал, в первую очередь, это где-то, ну, высоко там, где небо, да. А если говорить о втором источнике власти, то это прямо на земле. Я бы сказал, что в топтанную землю. Практически вот как-то так. И это вот огромная пропасть между первым и вторым, она существует. Мне кажется, там ребята ничего не понимают, им не досуг, что называется. Они живут в своем собственном мире. Единственный, на мой взгляд, более-менее эффективный механизм, к сожалению, посланный сверху, а не сформированный снизу, это и есть общественная палата. Почему так считаю? Потому что никакое наше обращение ни в каком органе власти деятельного ответа не возымеет. А общественная палата, в общем-то, создана для того, чтобы решать вопросы граждан как раз с их помощью, с их участием. А нет ли здесь противоречий? Вы говорите, что общественная палата, к сожалению, создана сверху. Да. Но для того, чтобы решать наши с вами проблемы и решать, как вы считаете, она может это эффективно. Ну, смотрите, на мой взгляд, все-таки две формы организации общественной палаты, идеи, мысли могло присутствовать в голове человеку, который это создал. Первое – это режим манипуляции. Ну, точно так же создать, так сказать, определенный орган, который якобы выполнял какие-то, так сказать, пожелания общества, граждан с тем, чтобы усыпить бедительность. Это первое. А второе – это действительно желание государя все же реализовать какой-то из проектов, который поможет ему достигнуть цели. А цель, по большому счету, это власть. Это беспечно, спокойно властвовать. Так вот, на сегодняшний день механизм реализуется через, мягко говоря, олигархов. Ну, как-то так их называют у нас на сегодня, да? А таким же образом он может быть реализован через общественность, через представление. Механизм управления государством? Ну, да, это же… Реализуется чередовик. Ну, смотрите, что такое депутат? Кто такой депутат? Человек, представляющий интересы, ну, никак не общество, а олигархические структуры. Либо бизнеса. Не смотря какой депутат. Либо… Да вы же сами сказали. Давайте процентов на 90. Так. Ну, посмотрите. Это в каком органе депутаты? В любом. Областной законодательное собрание, городское. Почему ОЗС? Поскольку такое мнение бытует, вот Дима Русских недавно, так сказать, его озвучивал, и он просто… Ну, он же там провел 10 лет. Да. На дождании уважения. Если человек говорит, что на каждом депутате… Ну, я не буду обсуждать личности. Хорошо. Если он говорит, что на каждом депутате стоит печать, так сказать, его хозяина, наверное, там это близко как-то к сущности. Если мы говорим, мы смотрим на городскую думу и понимаем, что большинство все-таки людей, к сожалению, зависимых. Большому-большому сожалению. И, ну, недостаточно, как бы, так сказать, издательных и инициативных в том смысле, что, как бы, присутствует, ну, сплошно такой одобрян. Так вот, мы понимаем, что расходы на власть, на мой взгляд, существуют, цена вопроса, да, они вот таковы. Эти расходы, так сказать, через представителей наших элит с целью удержания власти, по большому счету, ну, давайте возьмем любого из наших представителей, там, например, это человек, который обладает деньгами. Деньги обладают свойственностью, они решают проблемы. То есть наши представители любого, вы имеете в виду, например, кто у нас сейчас ушел, Валенчук ушел, Азимов ушел, а не олигархи. Возьмите, возьмите этих людей, возьмите их капитал, их возможности. Вы их куда причисляете? И сделайте вывод о том, что они способны управлять, как им кажется или как кажется государю, ну, мягко говоря, социальной сферой, через деньги, через власть, через институты власти и так далее. Но я боюсь, что ошибка в том, что не они, а многие уже другие это делают посредством раздевания того же общества, поскольку те же законы, тот же капитал, он же стремится к накоплению, к самому себе, правильно, за счет чего? За счет того же общества, которое лишается рабочих мест, которое лишается благосостояния, льготы и так далее и тому подобное. Правильно ли я поняла вашу логику, что избирая богатых людей в органы власти, в Государственную думу, в ОЗС, в Городскую думу, мы сами, то есть люди-то как думают? Он богатый, значит, он смог построить бизнес, он знает, как управлять деньгами и людьми, он умный, он не будет воровать, потому что он уже богатый. Вы же другую теорию выдвигаете, что выбирая богатых, мы сами провоцируем их на то, чтобы они, пользуясь теперь еще и властью, еще больше отнимали денег, поскольку, как вы говорите, деньги любят деньги. Я вообще не считаю, что мы кого-то выбираем на самом деле. Деньги любят деньги и в любом случае они нас будут лишать. Человек способен управлять деньгами, он не способен управлять, понять проблему своего ближнего, возлюбителю, понимаете, он способен управлять, приумножать деньги. И поэтому вот... Эти ребята спокойно идут на аутсорсинг, спокойно идут на сокращение, на закрытие предприятия ради денег, предприятие, судьба человека и так далее, не имеет значения на самом деле. Так, хорошо, альтернативы пока нет никакой в этих органов власти. Я не верю в то, что мы что-то выбираем. А общественную палату мы выбираем, возвращаясь к ней? Я как раз сейчас нахожусь в стадии понимания того, как это будет происходить на самом деле, поскольку по действующему закону лишь губернаторы, либо представители областного законодательного собрания, либо общественные организации могут выдвинуть свое кандидатуру. Но, извините, вот я должен, скажем, попросить у Харюшина, Александра Геннадьевича, который почему-то должен 5 лет мне 3 миллиона, не отдает, выдвинь меня, так сказать, в общественную палату, да никогда, первое. Второе, большинство представителей там, на мой взгляд, несомнительно, это бывший депутат областного законодательного собрания. Ну, вот как-то так случилось, да? Многих людей знаешь, многие знания скорбит, печали. Куда еще идти к губернатору, чтобы он каждого назначал? Ну, вариант, если там действительно есть личность, которая играет историческую роль, да, личность играет. Ну, я думаю, что губернатору-то не все равно. Мы сейчас прервемся на одну минуту, после этого продолжим. Это программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Багир Шарифов. Коротко, каких именно, на ваш взгляд, людей не хватает в общественной палате нынешнего созыва? Деятельных. Деятельных. Хорошо. Тогда к деятельным людям, как нам кажется. Андрей Леонидович Усенко избран второй раз, секретарем общественной палаты. Его, помните, когда он уходил, все бесконечно спрашивали, в том числе и мы в этой студии, почему вы уходите? Он объяснял долго, подробно. А теперь почему вы приходите? А теперь, да, все задают вопрос, зачем вы вернулись, Андрей Леонидович? И вот после своего избрания он дал такой комментарий, комментарий порталу «Свой Кировский». Это свежий материал, на сайте «Свой Кировский» лежит. Он говорит следующее. Конфигурация государственно-политической системы в целом изменилась. Новый состав правительства, новый губернатор. В этом контексте я вижу, что нужно делать. Не могу сказать, что в прошлый раз, когда я складывала себя полномочия, было делать нечего, но в общественной палате был дан некий импульс, было понимание, кто ее возглавит. В новой конфигурации я вижу место общественной палаты и то, чем мы будем заниматься. А у вас тоже есть видение, чем должна заниматься общественная палата? В новой конфигурации, в новой конфигурации. Переести на русский язык, все, что ты сказал. Андрей, знаете, он великолепный администратор. Я восхищаюсь этими способностями. У каждого человека есть свои достоинства. Есть какие-то вещи, на которые он, мягко говоря, не очень способен. Хотелось бы вот прямо здесь сейчас сказать спасибо огромное Диму Курдюму, который в Асталкаре включал этот процесс, причем его личностные качества. Они позволили им это сделать, в том числе компетенции и так далее. Так вот, мне кажется, что дополнить Андрея можно чем-то подобным из среды его коллег. Почему деятельным, я сказал, общественной палатой должно быть? Потому что я с большим уважением отношусь ко всем ребятам, которые по рейтингу эффективности, который размещен в общественной палате, к сожалению, находятся где-то на последних местах. Вот пример приведу. Мы в этом проекте «Делай дороги» у нас числило 70 человек, работали 5. В общественной палате примерно так же. Поэтому я бы хотел с большим удовольствием большинству из этих членов предложить, так сказать, вот такую, как это звучит, должность или звание, почетный член и, мягко говоря, с этим званием его... Общественной палатой. Да, и с этим званием его не отпустить, а держать на забалансе. А, на балансе. Кому-то... Скамейка за балансе. Ну, скажем так, да. Кому-то, так сказать, присвоить звание эксперт. Потому что на самом деле, действительно, люди с огромным багажом знаний и так далее, у них уже столько регалий, я думаю, что просто вешать некуда. И, мягко говоря, ожидать от них деятельность не приходится. А работать должны те парни, которые способны работать, желают, хотят. Давайте не забывать, что там за это никто не платит денег. Еще у людей должна такая возможность быть. Потому что я за полгода потерял очень много денег, времени, там, забирал у детей, тот же бензин. Ну и... Забирал у детей бензин? Да, почти. Что это такое? Время. Забирал бремя у детей, у семьи. У меня есть личное время, на которое я, так сказать, тоже... Плюс это стоило чего-то, да. То есть обычный человек, он не в состоянии это сделать. Вопрос мотивации, это отдельный вопрос. Но там должны быть деятельные люди. Поэтому давайте представим себе модель палаты, в которой, во-первых, есть кадровый резерв, который сегодня формируется раз. Во-вторых, есть почетные члены, на которых всегда можно опереться, положиться вопросом-ответом. Есть эксперты, которые способны высказать свое мнение по тому или иному вопросу. Есть деятельная часть, вот те, так сказать, сколько там человек-то, вы же знаете, вы как раз члены общественной палаты, сколько там человек? Не помню. По-моему, человек 50, да? Не помню точно. Но я думаю, что это не суть. Я вам, знаете, что хочу сказать? А сколько из них работает, скажите, пожалуйста. Ну реально. Я, по крайней мере, точно. А еще? Ну, примерно ваших коллег. На мой взгляд, большинство относится, там, да, серьезно к своей работе в общественной палате. Как оценивать эффективность, эффективность, но это отдельно. Это отдельный вопрос. Я вам вот что хотела сказать по поводу выборов. Может быть, я вас разочарую, потому что на последнем заседании общественной палаты, где выбирался Усенко из одного Усенко, потому что больше кандидатов на секретаря общественной палаты не было, вот, кстати говоря, нет скамейки запасных, там было сказано, что согласно законодательству теперь общественная палата формироваться будет следующим образом. Те, что будут назначаться, там, формироваться, там, избираться или назначаться все-таки от губернатора, они будут из федеральных и межрегиональных общественных организаций каких-то. Те, что будут от УЗС, они будут от региональных организаций. А те, что будут как бы от общественников, то только от местных сообществ. Вы понимаете? То есть еще одно усложнение вот этой структуры. Поэтому я боюсь ваши призывы, все классные, хорошие, деятельные, идите, особенно после того, как вы рассказываете, что не хватает времени в итоге на детей, забрасывается бизнес и так далее. Тут, ну, этих людей ведь очень мало. Ну, давайте этих мало пригласим, и пусть так случится. А вы, кстати говоря, в соцсетях такой кличей бросали. Вы на прошлой неделе нам тут говорили о дневном развороте. И что? Ну, вот, благодаря тому посылу, который был по акции «Делай дороги», и в беседе с Андреем пришли к выводу, что да, действительно, ему порой не на кого опереться, поскольку... Андрей Уссенко. Уссенко, да. Поскольку его успех зависит, знаете, как все же короля формируют свиты, согласитесь, правильно? Ну, историческая роль человека в том или ином проекте, она безусловна. И если я слышу это, что да, порой не на кого опереться. Порой действительно хотелось бы, чтобы более активно люди принимали участие в чем-то. Мы же откатали проект «Делай дороги», там же была деятельная атмосфера, там было все. Но, знаете, к сожалению, я готов сказать, что... Должен сказать, что те же режимы мотивации, которые я когда-то просматривал по отношению к людям, ну, не может человек делать это там из патриотических чувств, или потому что вот он хочет, он хочет, но у него возможности нет. Или должна быть, должна быть какая-то какая-то инвестиция. Поэтому к вопросу мотивации взяли земельный участок, взял. Просто предложил его одному из наиболее самых деятельных. К сожалению, таких не нашлось. Вот это вторая часть вопроса, на которую надо уповать, да. Я не очень поняла, а чем у нас сейчас? У нас нет наследок идей, которые способны были бы эти процессы двигать. Не поняла насчет мотивации. Что связано там было с землей? Смотрите, вот есть земельный участок, 10 суток. Представляете, вот беру и говорю, ребят, я отдам его тому, кто будет наиболее деятельным в режиме прохождения этой акции. А, как премию? Как награду прямо? Именно, конечно. Об этом... То есть вы установили свой прямо приз? Да, именно я, именно установил, предложил, и в общественной палате она согласилась. Я считал, что мотивация... И она согласилась прямо даже, да? Я впервые слышу об этом. Да нет, что же, ну, публиковалась. Я просто как управленник считал, что, ну, вот, инициативы нет, поскольку нет конечной цели. Ведь у каждого человека есть желание приобрести благо, я не знаю, элементы числа. И что, 10 суток не мотиватор? Получилось так, получилось так. К сожалению, но от большого желания у людей, может быть, даже возможности, я не знаю, но, кстати, не было. И поэтому вторая проблема, которая есть у Сенка, это инерция. Инерция людей в решении даже тех вопросов, которые отношения имеют именно к ним. Ну, разве что беда, вот, сплочает людей, да, или там проблема. Вот дороги уже ездить совсем невозможно, и люди начинают как-то двигаться, что-то делать. Но более того, что-то делать, значит, не более чем кричать. А вот пойти поконтролировать тоже, к сожалению, нельзя. Потому что если дорогу укладывают возле твоего дома, то даже на это ты не способен, странно, согласитесь. Чтобы выйти, задать вопросы и потребовать, чтобы было сделано. Ну, вот Андрей Усенко сказал, что... Слушай, я в него верю так вот, чтобы подытожить, но пусть будет эта вторая попытка, и я думаю, что получится. И в любом случае помогу. И все-таки в двух фразах. Он говорит, что должна быть продолжена практика общественного контроля, слава богу, да, это как раз, по-моему, именно то, о чем это говоришь. В сферах, где интересы общества встречаются в масштабном формате с позицией государства. Это дороги ЖКХ и здравоохранения. По дорогам ЖКХ понятно, а по здравоохранению тоже будет какая-то инициативная группа организована, или как это будет происходить? Да, я думаю, по ключевым вопросам будет организована. А почему не образование? Почему не экология? Это что, все, вопросы недостойные контроля? Образование, экология, и существуют некие приоритеты, в рамках которых нужно выстраивать. Но со временем, я думаю, что и эти сферы попадут в поле зрения. Причем, вот, совершенно право, экология, на мой взгляд, имеет более существенное значение, чем все остальное. Но мы это просто не понимаем. Это не на первом плане. Ну, вот, мне кажется, что с Курдюмовым-то можно здравоохранение как-то даже дать ему возможность самому пока поконтролировать. А вот экологией могли бы и заняться. Как эксперт, как почетный член, он мог бы, да, действительно двигать этот процесс. Там много людей, инициативных, поверьте мне. Поэтому, вот, да, по каждому направлению, деятельные люди, на мой взгляд, это ключевое слово, деятельные, и эксперты, соответственно, почетные члены, поехали. Да, член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог, Багир Шарифов, в программе «Особое мнение» мы продолжаем. На минувшей неделе Владимир Быков подвел итоги своей деятельности на посту главы города. Далее его слова по-разному интерпретировали. Многие сделали вывод, что Владимир Васильевич ставит себе в заслугу строительство детских садов практически всех, которые были построены, в личную заслугу, появление новых парков и скверов. А его высказывания насчет недостатков, я думаю, вот резюмируются в общую такую формулу. У каждого свои недостатки и просчеты, но о них можно говорить только тогда, когда есть достаточное финансирование. Я даже частично его слова здесь использую. Я, надеюсь, вы почитали его речь, по крайней мере, я ссылки на нее посылала. Какие выводы вы сделали, исходя из речи бывшего мэра города? Я бы очень сильно хотел видеть антирейтинг. Надеюсь, что ребята сейчас слышат, они смогут где-то там в интернет-среде... Что плохого сделал бы как-то? Ну, знаете, может быть, что-то хорошее, а что-то не очень хорошее, или... Ну, я про плохое не говорю, поскольку об этом может говорить, я не знаю, прокуратура, следственные органы и так далее, поскольку это ответственность, да. А, ну, что-то, что... А, ну, то есть вот эти самые проблемы, нерешенные проблемы. Ну, может быть, даже и созданные. И созданные проблемы. Ну, может быть, и есть. А вы можете привести примеры какие-то уже? Знаете, у меня... Когда читал, вспомнил замечательное изречение, и подумал, что ограничусь одной фразой. Бриллиант, упавший в грязь, он так или иначе останется бриллиантом. А пыль, планета и до небес, останется пылью. Но, судя по всему, ограничиться этой фразой не получается. Он говорит о том, что нет денег. Я бы хотел... Да, и невозможно говорить о недостатках в отсутствии финансирования. 2012 год, когда мы расширяли границы города Кирова, и зачем-то за 50 миллионов купили некую землю. Вероятно, она очень была нужна. Причем это сделали по решению Думы, которая уже практически уходила. Все, она заканчивалась. А сколько гектаров купили тогда, не помните? Я не помню точно цифры. Слушайте, каждый работник БТИ это знает. Вы не поверите. Люди, они все это накапливают в себе. Вот это та синергия, энергия, которая так или иначе существует. Физики, ядерщики знают, что это означает. В общем, все они, депутаты, решили, что нужно купить за 50 миллионов земли. И купили. Поехали дальше. Парк, сколько он стоил от начальной стоимости, приобретенный... Который парк? Ну вот тот парк, который был приобретен на имя его сына. Известная история. О котором сейчас говорит Барам очень кратко. Вы сейчас про историю с территории, которая прилегает, по версии администрации, к Парку Победы. Ну да. Ее продали за 300 с чем-то тысяч. А изначальная стоимость была... Я правильно понимаю, что не очень хорошо умеют решать финансовые вопросы, умели решать финансовые вопросы при прежнем мэре? У меня есть другая формулировка, вот с моей личностью, но я не думаю, что нужно ее вот так вносить на публику. Поэтому мне кажется, что если бы знающие люди составили некий еще рейтинг ее недостижения, так скажем, то тогда баланс сил был бы уже достаточно полный. Мне очень жаль. А что сам Владимир Васильевич не мог обозначить те проблемы, которые там не удалось решить за время правления? Не было бы это более такой сильной позиции, если бы и плюсы, и четкие минусы? Знаете, общественная палата, она получила законодательную инициативу. И это я к вопросу о том, что было бы хорошо отчитываться всем. И мэру, и губернатору, и депутатам. У нас нет системы отзыва депутатов совсем. Точно так же, как и система отзыва, то есть большинство из... Нет, они же отчитываются регулярно. Прямые линии. Вот, пожалуйста, выходят в СМИ и говорят. Я сейчас про другое. Если это все, что можно было сделать за 8 лет правления, или 10, то я думаю, что это не так много. Большинство того, что, так сказать, указано, является заслугой федеральных проектов. Либо просто, так сказать, донностью времени, не совсем заслугой конкретного человека. Правильно? Ну, мне, знаете, в одной фразе, мне очень жаль, что у нас не так много самостоятельных людей, самостоятельных депутатов, что, к сожалению, личность полноценная в истории нашего города играет очень низкую роль. Поскольку, как мне кажется, все-таки управляемый, не знаю, мэр, управляемый, там, глава ЗВС и так далее, это, ну, не очень достойно. А мы об этом сейчас поговорим, через 2 минуты, когда пройдет реклама. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько свое особое мнение сегодня высказывает член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Багир Шарифов. И мы так плавно перешли на позицию Владимира Быкова на посту, как все прочат, на посту спикера областного законодательного собрания. Вот что касается города Кирова, я имею в виду, то сразу несколько экспертов говорят, и в этой студии говорили, что Быков потеряет влияние на город, перейдя в УЗС. В частности, Роман Титов, руководитель Общероссийского народного фронта в Кирове, говорил об этом. Дмитрий Русский говорил, уже упомянутый нами здесь. И связывают они это с тем, что новый глава региона, Игорь Васильев, скорее всего, будет выстраивать вертикаль власти. И это строительство заденет и город в обязательном порядке. И таким образом, все, я не помню, кто из них двоих сказал, но все предыдущие договоренности, которые скрепляли власть, они будут разрушены. От какого слова скрепляли? А? От какого слова скрепляли? Не скрепели, скрепляли, да? Укрепляли и так далее. Нормально? Все понятно? Вот. Так что вы думаете, влияние Владимира Васильевича на город будет ослабевать? Или оно будет трансформироваться как-то? Совершенно согласен с мнением этих экспертов. Я думаю, что это уже скамейка запасных. Ну, знаете, как я раньше называл, извините сразу, общественную палату. Ну, я сейчас так отношусь примерно к Азовецке, может быть, даже отчасти в Государственной Думе, если там нет нечто негативного. К определенной части этих людей, а это то не пафосов. Ну, примерно так. Так, по Азовец. Ну, вот в данном случае, я два года назад говорил об общественной палате. Извините меня, ради бога, я так думаю. Ну, думал, во всяком случае, потому что я понимаю, да, может быть, не совсем корректное выражение. Так вот, в данном случае, это та же, ну, мягко говоря, пенсия, поскольку человек отработал, видимо, сделал свое, да, и куда-то на него нужно, так сказать, положить, поставить, вот как-то так. И уровень влияния, конечно же, перейдет через другие опосредственные инструменты к другому лицу. Ну, да. А к какому лицу? Есть гипотезы? Вот сейчас уже, по-моему, там устраивается какая-то схема, да. Ну, это такая, это не схема, это так, как положено по законодательству, там, кто-то из замов становится, и это все временно, мы же понимаем. Мы говорим о глобальной перестройке системы власти в городе Кирове. Да, у нас вот следующий год, это, да, подготовка к выборам в городскую думу, и, соответственно, год возможных изменений вообще внутри городской администрации и всей системы власти в городе. Об этом речь зашла. Ну, смотрите, я всегда больше внимания уделяю не инструментам, там, вот депутаты городской областного законодательства, мы, там, еще кто-то, а теми, кто стоит за их спинами и управляет ими. Потому что в моей голове есть схема управления, в которой есть три лица или четыре, а дальше, так сказать, их конечности, ноги, руки, там, и все остальное. Вот, я вам для этого и приводила фразу, что все предыдущие договоренности будут разрушены, будет построена новая система. Ну, конечно, посидим на дорожку и будем строить дальше. И я очень верю, я, черт возьми романтик, я точно так же верил в прошлый раз, знаете, может быть, позапрошлый, да нет, позапрошлый не так. Я верю сейчас очень сильно в того же нашего временно исполняющего обязанности, понимая, да, что это представители идеологии партии «Единая Россия», понимая, что, да, это, так сказать, федеральный ВИН, все понимаю, все читал, все знаю и так далее. Но искренне верю, что любой человек, как и быков, кстати, Дмитрий Васильевич, чего ему желают, может одновременно посмотреть, я не знаю, остановиться, выходить в парк, посмотреть на небо, подумать над тем, как он живет, и предположительно вспомнить о душе, о том, что кому много уверено, с кого он много спросится, и начать, в конце концов, принимать самостоятельные решения. Это тяжело, поверьте мне, но нищета тоже не порог, на самом деле. И знаете, как это отрадно и благостно? И как только ты начинаешь двигаться, тем самым путем тебе, ну, как говорят, как говорит Писание, ангелы берут тебя за руки и начинают тебе помогать. Вот я бы очень хотел, чтобы примерно так, как всему, относился каждый на своем месте, депутат, мэр, губернатор и так далее. И я в такой непродолжительной беседе с Игорем Владимировичем делал вывод, что это достаточно подключает, у него очень проницательный ум, он достаточно опытный. И, ну, как говорил ваш замечательный Дмитрий Русских, который часто достаточно бывает в этой студии, вы упоминаете, кто без греха брось мне камень, да? Так вот так же может, скажите, каждый по большому счету начать идти свой новый путь. И тогда все может... А новый путь требуется? Понимаете, критическая масса. Физики-ядерщики, они хорошо понимают это слово. Посмотрите на то, где и как, в чем мы живем. Посмотрите на то, какие мысли у нас в голове. Посмотрите на итоги этих выборов. Сколько там у нас? 35% да, один НСИ в Кирове? Ну, в среднем. Сколько? 45, сколько? Это же, по-моему, выше. Ну, 40? Ну, около того. Около 40. 37, что ли? А в целом по... Отлично, стоп, 37. Делим надо. Сколько получается? 18 с половиной. Ну, отнимаем оттуда те, кто, мягко говоря, пришел из спорта на бюллетене и там до 10% доходит. Это сколько? Это куда годится-то? У нас же 18-й год впереди. Ну и что? Это же, мягко говоря... Так, могу ли я сделать из Ваших слов вовод, что Вы возлагаете на Игоря Васильева надежды, что он будет внедряться в дела города Кирова? Конечно, вообще считаю, что у нас в городе очень много спящих агентов. Потому что Вы помните прекрасно, если говорить о договоренностях, что Никита Ильич Белых, он не вмешивался в дела крупнейшего госпиталя. Он, безусловно, будет выстраивать всю параллель власти, безусловно, участвовать во всех процессах, все решения будут приняться только в одном кабинете. Дело просто в другом, какова будет цель удержать, либо оправдать доверие, либо принести какую-то пользу в созидание. Я бы на его месте, ну извините, я бы так сделал, ну что, что-то тоже уже, так сказать, пятый десяток разменял. Я бы на его месте все-таки постарался без вреда для дела, постараться что-то сделать, находить возможности. Потому что, ну да, в общем-то, годы идут, ну повторяю, поднял глаза вверх к небу, вспомнил о душе и попросил помощи, и все, случилось и произошло. Вы верите в людей. Я романтик, да. Да, Багир Шарифов, его особое мнение, у нас остается пять минут, и я хотела бы посвятить эти пять минут встрече, которая состоялась в минувшую пятницу на базе Дворца пионеров «Мемориал», по-старому будем называть. И там состоялась первая встреча местных жителей, представителей профессиональных сообществ, архитекторов, в частности, там были, и правительства области по поводу судьбы парка имени 50-летия БЛКСН, вообще территории, которая прилегает к этому образовательному учреждению. Состоялась эта встреча по распоряжению как раз временно исполняющего обязанности регионом Игоря Васильева, после того, как представители ОНФ упомянули о проблеме, которая существует вот в этом парке. На моей памяти таких обсуждений общественных раньше не было, чтобы велели, собрали, поговорили, выводы сделали. Кстати, отличный отчет на портале Айкиров есть, он так и называется. Только горожане смогут определить будущее парка у Дворца пионеров. Вот не было таких, как мне кажется, раньше обсуждений. Как Вы оцениваете это событие, действительно ли это событие? Вселяет ли оно у Вас надежду? Ну да, конечно, но подобные события, как правило, либо имеют действительно качественное содержание, либо управляющие, которые находятся за ванцином. Мне бы хотелось, чтобы это были люди, чтобы именно они решали судьбу парка, но чтобы те же эксперты, профессионалы, они могли, так сказать, давать качественный совет. Потому что, знаете, люди масса на самом деле. Они имеют желание, они не всегда знают, как его выплатить. И я вообще считаю, что власть должна работать для человека, и именно для его благополучия предпринимать некие шаги. Но надо понимать, что человек сам не всегда знает, что он хочет. Это факт. А возле этого парка лично я живу сам. Да, действительно, хотелось бы, чтобы территория приводилась в порядок. Там есть очень долгая история того, как приходили некие строители, подрядчики, компании, потом не сдерживали свои обещания, потом, так сказать, они дисквалифицировались и так далее. Но это вопрос репутации. Мне кажется, что наша действующая власть, она способна отделить зерно от плевел. И все-таки подложить свои надежды на не просто партнеров, бизнес-партнеров, а на людей, у которых есть репутация. И, так сказать, уже на этом фундаменте строить благо для людей. Кстати говоря, вот это общественное обсуждение, это ведь такой посыл, правда, сверху, опять же, через губернатора, это такой посыл к созданию самоуправления парком. Потому что тут собрали людей, горожан, которые живут рядышком, заинтересованных экспертов, людей, которые работают в мемориале, они сели и стали обсуждать, что им делать вот с этой территорией, которая им не безразлична, да, которой они болеют, которую они хотят преобразовать. Это вот такая вещь, которая во многих городах уже происходит. Например, в Казани парками управляет как раз сообщество, да, многие. Это новый институт, институт такой общественный. Здорово, что либо пример, либо, так сказать, с него начал губернатор. А в каких условиях, уже имея такой большой опыт, и потом вы же в самом начале сказали, что вы видите будущее, в каких условиях, как вы думаете, что касается конкретно этого парка, качественные изменения действительно начнут происходить? В каких условиях? Что должно произойти, чтобы парк стал развиваться? Должен остаться контроль губернатора? Должны люди усилить свою активность? Я не знаю, кто-то должен прийти с большими деньгами и хорошей репутацией? Во-первых, должны быть заинтересованные лица, там, ребята есть, общественники, насколько мне известно. Они должны мониторить и мнение общественное, в том числе, то есть пожелания людей, которые находятся рядышком. Четко мне не приходили, я же в этом, я на Мачапаева. В том числе, мнение экспертов, возможно ли воплотить мнение людей в такое, так сказать, да, вполне возможно, представители бизнес-сообщества, которые, обладающих репутацией, которые готовы прийти и сделать то, что действительно. То есть все эти факторы вместе? Объединяющие звено. И не обязательно присутствие в РИЛ и его там резолюции? Ну, давайте покровительство, так вот скажем, покровительство должно быть. Все-таки должно быть. Ну, слушайте, этот взрослый человек ответственный достаточно, выдающийся деятелям государства. Это какая-то гарантия, вы считаете, что что-то будет. Конечно, значит, он должен как-то контролировать этот процесс, никак иначе. И вообще, мне бы хотелось в сегодняшнюю передачу буквально фразой некой обозвать, что ли, передать ей название. Не надо обзывать нашу передачу. Обозначить. Давайте. Сегодняшний эфир, да? Украшение замечательное, Артур Шопенгайлов, когда интересы жрут ценности, общество деградирует. Так вот, хотелось бы вынести все-таки на поверхность именно эти же ценности. Потому что те же интересы, это деньги, власть, непонимочие, мощь. Мы понимаем, чьи это инструменты, к чему они приводят. Давайте поднимать чаще все-таки глаза твоего наверх. Себе, родном, поменьше, больше. Да, поговорить о ценностях, это вот следующая наша тогда задача. Следующая встреча. Это цель жизни, это цель нашего сегодняшнего дня. То есть, руководствоваться не интересами, а ценностями. И тогда я думаю, что у нас будет меньше проблем, а больше решений. Агир Шарифов, его особое мнение. Меня зовут Светлана Занько. До свидания. Всем благ. Светлана Занько.